Референдум, который изменит все, в Крыму решается судьба современного мирового устройства. 13 за и 1 против. Совбеза он не смог проголосовать за украинскую резолюцию. Москва наложила вето. Большая восьмерка соберется в урезанном составе. В Лондоне может состояться форум G7. Россию на саммит не позовут. Референдум, который может изменить все. Именно так называют сегодняшнее голосование в Крыму. Уже заранее не признанный никем, кроме Москвы, собственно, самих пророссийских властей автономии плебисцит, по сути, станет определяющим фактором в дальнейшей мировой политике. Противостояние России и Запада в этом вопросе может привести к поляризации времен Холодной войны. США и Евросоюз грозят беспрецедентными санкциями. Россия заявляет о готовности к ответным мерам. А Украина вынуждена безучастно наблюдать. С подробностями мой коллега Владимир Унанянц. Здравствуйте, меня зовут Максим, фамилия моя Борисенко. Я председатель избирательного участка. Судьба Крыма и Севастополя формально решается сегодня на избирательных участках. Но, по сути, здесь же решается судьба Украины. Быть ли ей целостным государством или лишиться части территории при немолчаливом согласии соседа. Председательствующего СНГ Киев так и не смог ни достучаться до Москвы, ни даже собрать заседание руководящего органа Содружества независимых государств. В результате одним таким независимым государством может стать меньше. В том, что Украина последует примеру Грузии и выйдет из состава СНГ, наблюдатели не сомневаются. Впрочем, как не сомневаются они и в том, что Крым станет российским. Для меня, как русского человека, духовное объединение с русским народом. Я русский по духу и украинец. Я хочу, чтобы мы жили с Россией, чтобы не было войны, чтобы не было людей, которые считают, что их нация больше заслуживает уважения, чем мы. Поэтому мы хотим в Россию. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени. Жителям региона предстояло выбрать между расширением полномочий региона в составе Украины и присоединением к России. Утвержден и будет считаться тот ответ, за который проголосует больше половины участников плебисцита. Нижнего порога явки нет. Изначально назначенный на 25 мая референдум дважды переносился. А вопросы плебисцита, предполагавшие лишь обсуждение степени автономии, в корне изменились. В комиссии по проведению референдума утверждают, с первых же минут работы участков наблюдается высокая явка. А премьер Автономной Республики Сергей Аксенов уверен, референдум будет неумолимым и Крым станет частью России. Урны на участках прозрачные бюллетени не запечатаны. Так что предпочтения граждан, пришедших выразить свою волю, видны даже невооруженным глазом. Ни одного бюллетеня за второй вариант, то есть за Крым, остающийся в составе Украины, камеры не запечатлели. Мы крымчане вообще хороший народ, дисциплинированный, так что мы все сделаем правильно. Референдум проходит на фоне повсеместного присутствия вооруженных людей, которых наблюдатели считают российскими военнослужащими. Они блокируют украинские военные базы и важнейшие объекты инфраструктуры. Премьер Крыма Сергей Аксенов, впрочем, накануне объяснил. Это отряды самообороны, оснащенные на деньги местных коммерсантов. Вероятно, очень влиятельных, так как, помимо прочего, они умудрились приобрести 50 новейших российских военных бронемашин «Тигр». Власти в Киеве называют референдум неконституционным. Согласно основному закону страны, народное волеизъявление об изменении границ страны и статуса какого-либо региона должно проходить на всей территории Украины. Против активно выступают и крымские татары. Меджлис рекомендовал бойкотировать референдум. Для всех здравомыслящих людей понятно, что этот референдум не имеет никакого правового значения. Он незаконный, он не соответствует ни украинскому законодательству, ни вообще здравой логике тоже не соответствует, потому что в оккупированной части страны проводить референдум об его отделении под дулами автомата, но это просто надругательство над элементарной логикой и демократическими принципами. Я вообще не признаю этот референдум никак. Это моя земля. Это земля моих предков. Кто-то у меня спросил, хочу я этого или нет. Кто-то у меня спросил. Я буду всю свою оставшуюся жизнь проклинать тех людей, кто направил сюда этих. Правда, голоса крымских татар в общем хоре пророссийски настроенного большинства явно затерялись. Голосование еще не окончено, но в его результатах никто не сомневается. Крым выбирает Россию. Москва же обещает выразить официальное отношение к референдуму, когда станут известны его результаты. Но руководство Автономной Республики уже уверено, Кремль готов включить полуостров в состав Российской Федерации. И мнение международного сообщества по этому вопросу Москву не особо беспокоит. Владимир Унанянц, RTVI Вопрос крымского референдума оказался в центре внимания мировой общественности. Накануне он обсуждался в совбезе ООН. На рассмотрение главной международной структуры, ответственной за поддержание мира на планете, был вынесен проект резолюции по Украине, подготовленный американской стороной. В нем предлагалось объявить плебисцит в Крыму, не имеющим юридической силы, и не признавать его результаты. Не имеющим юридической силы оказался не референдум по статусу Крыма, а документ, предложенный США. Россия, будучи постоянным членом Совета безопасности и обладая правом ВЕТа, заблокировала принятие резолюции. Китай при голосовании воздержался. Остальные члены совбеза 13 стран поддержали документ. Постпредроссия при международной организации Виталий Чуркин подверг критике резолюцию, заявив, что она идет вразрез с принципом равноправия и самоопределения народов, закрепленным в уставе ООН. Он пообещал, что Москва будет уважать выбор народа Крыма. Западные дипломаты с самого начала не сомневались, что Россия воспрепятствует принятию резолюции. Но голосованием в Совете решили продемонстрировать масштабы изоляции, в которой оказалась Москва. Как заявила посол США в ООН Саманта Пауэр, Россия вновь одинока и неправа. Россия поставила себя вне международных норм, которые создают фундамент для мирных отношений между странами. Крым является частью Украины сегодня. Он будет частью Украины завтра и останется таковым до тех пор, пока его статус не будет изменен в соответствии с украинским и международным законодательством. Особый интерес наблюдателей вызывала позиция, которую займет Китай в отношении украинской резолюции. Пекин последовательно поддерживает действия Москвы, так же, как она, обладая Совбезией ООН правом вета. Но власти Поднебесной во время голосования предпочли воздержаться. Эксперты отмечают, в таких ситуациях Китай всегда ставит во главу угла принцип территориальной целостности. Власти КНР не хотят создавать прецедентов и избегают обвинений в двойных стандартах. Пекин опасается роста сепаратистских настроений у себя в стране, в таких регионах, как Тибет, Синьцзянь и Тайвань. Китай всегда призывал международное сообщество приложить конструктивные усилия для деэскалации напряженности в Украине. Но принятие проекта резолюции Советом безопасности на данном этапе, на наш взгляд, приведет лишь к конфронтации еще больше осложнить ситуацию. Это не соответствует интересам сторон и международного сообщества. Исходя из вышесказанного, мы можем только воздержаться. Выступил на заседании Совбеза ООН и представитель Украины. Посол Киева международной организации Юрий Сергеев своей речи подверг критике действия Москвы. По его словам, ничего удивительного в том, что Россия наложила вето на резолюцию, нет. Для постоянных членов Совета безопасности это уже стало традицией – блокировать неугодные документы, заявил украинский дипломат. Сергеев, в частности, напомнил о нежелании Москвы поддержать документы по сирийской проблеме, что, по его мнению, привело к тысячам новых жертв. Выступая уже после заседания Совбеза, постпред Украины призвал международное сообщество ответить на агрессию России, обвинив ее в продолжении военной интервенции. В Крыму находится большое количество российских войск, но теперь некоторые из них перешли на материковую часть. Это кардинально меняет ситуацию. Что является их конечной целью? От российских коллег ответа мы не получили. Мы готовы защищать территориальную целостность нашей страны. И хотим, чтобы международное сообщество поняло – у агрессора есть лицо. Если вся система международной безопасности будет поставлена под сомнение, что дальше – это главный вопрос. События в Украине не представляют угрозы международному миру и безопасности. А именно этим по уставу он должен заниматься Совбез. Так в российском МИДе объяснили позицию Москвы по резолюции. На Смоленской площади автора документа Вашингтон обвинили в нежелании внимать голосу разума и попытки максимально политизировать ситуацию. В России считают, США продолжают нагнетать в международном масштабе истерию вокруг Украины. Соблюдать дистанцию и не вмешиваться во внутренние дела Украины призывают МИД России в Киеве. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Дещица, новые власти способны сами решить проблемы, с которыми столкнулась страна. Дипломат вновь заявил, что Киев не признает итоги референдума. Дещица не исключил расширение автономии Крыма, но добавил, этот вопрос не может решиться сегодня и в такой ситуации. Он обвинил Москву в военной интервенции, а также заявил о возможных новых провокациях. С тем, что происходит в Украине, мы можем справиться сами. Но русские провоцируют нас. У них есть много планов. А, Б, С, Д. О том, как устроить больше провокации, а затем использовать это в качестве предлога, с тем, чтобы ввести российские войска для защиты русских, русскоязычных или граждан России, которые приехали сюда. Мы знаем об этих планах, и мы не намерены ввестись на эти провокации. Мы многое вынесли из опыта Грузии, поэтому им стоит проявить больше креатива. О провокациях со стороны России заявляет и американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, известный своей жесткой критикой действий Москвы. Американский ястреб называет сегодняшний референдум в Крыму фальшивым. Выступая на конференции в Киеве вместе с другими сенаторами, он напомнил, что голосование проходит на фоне милитаризации в регионе. Россия стягивает войска к границе с Украиной, провоцирует беспорядки, угрожая аннексии части суверенного государства. А, возможно, и чем-то еще более худшим, заявил Маккейн. Экс-кандидат в президенты США в 2008 году, проигравший выборы Бараку Обаме, призвал нынешние американские власти предложить Киеву программу долгосрочной военной помощи. Она, по мнению Маккейна, должна включать в себя как оборонительное, так и наступательное вооружение. Я не верю в возвращение холодной войны, но думаю, давно пора понять, кто такой Владимир Путин и каковы его амбиции. Это человек, который крупнейшей катастрофой 20 века считает распад Советского Союза. Человек, который занял часть суверенного государства Грузия, занял Приднестровье в Молдове и сейчас совершает акт неприкрытой агрессии. Мы должны относиться к нему так, как он того заслуживает. Это не означает возвращение к холодной войне. Это означает принятие мер, которые дадут понять Владимиру Путину, его амбиции не будут реализованы, международное сообщество будет им противостоять. Между тем, министр обороны США обсудил по телефону ситуацию вокруг Украины со своим французским коллегой. Как сообщают в Пентагоне, Чак Хейгл и Жан Ифледриан подтвердили солидарность союзников по НАТО в этом вопросе и затронули темы, связанные с военным сотрудничеством с Москвой. Кстати, как заявляют в Париже, в случае усугубления крымской проблемы, Франция пересмотрит сотрудничество с Россией в военной сфере. Президент Франсуа Алант после встречи с новым премьер-министром Италии Матео Ренци также предупредил. После референдума в Крыму ЕС может объявить о ряде санкций в отношении Москвы. Речь идет о замораживании активов и визовых ограничениях для определенных граждан России. Встреча глав МИД ЕС состоится в понедельник. Ранее Совет Европы определил шкалу санкций. Они касаются выдачи виз и замораживания финансовых активов ряда граждан. Мы примем их, если не произойдет деэскалации. Что касается других санкций, в особенности тех, которые связаны с сотрудничеством в военной сфере, то это третий этап. В настоящее же время мы находимся на первом этапе. Еще одной формой давления на Москву может стать исключение из элитного клуба самых развитых стран планеты – Большой Восьмерки. Как сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве Германии, в ближайшее время в Лондоне может состояться саммит семи стран-участниц G8. Произойдет такое, если Россия продолжит агрессивную политику в отношении Украины. При этом источник прямо дал понять – эскалация конфликта чревата для Москвы потерей своего места в группе восьми. Напомню, в июле в Сочи должен был состояться саммит международного клуба. Но после событий в Крыму его проведение оказалось под вопросом. Ранее Владимир Путин заявил, если его коллеги не хотят приезжать на форум, цитирую, ну и не надо. На этом у нас все. Следите за развитием событий на Артевиа. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин